Совсем недавно компания Kawasaki представила два варианта своего топового спортбайка 2021 модельного года. Это базовый Ninja ZX-10R и прокачанный ZX-10RR, которых будет выпущено всего 500 штук, с целью получить амологацию для чемпионата мира по супербайку. Внешне новинка получила модные ныне аэродинамические винглеты, являющиеся частью переднего обтекателя. Также появились компактные полностью светодиодные фары головного света. Изменились положения руля и подножек. Увеличилось ветровое стекло на 40 мм. По своим мощностным характеристикам в 203 л.с. обновленный 4-цилиндровый двигатель Ninja ZX-10R не отличается от мотора мотоцикла предыдущего поколения, за исключением усовершенствованного радиатора охлаждения. Зато двигатель с легкостью вписывается в экологические нормы Евро-5. Кроме того, японский производитель утверждает, что с системы инерционного надува мощность увеличивается до 213 л.с. Вдобавок на новый мотоцикль для увеличения динамики на низких и средних оборотах были изменены передаточные числа первых трех передач. Шасси флагманского литрового спортбайка Kawasaki также перетерпела некоторые изменения. В частности, задний маятник был удлинен на 8 мм, а точка его крепления к раме опущена на 1 мм. Вылет передней вилки увеличен на 2 мм, что в сумме привело к удлинению колесной базы на 10 мм. Передняя перевернутая вилка и моноамортизатор от компании Showa остались без изменений, но получили улучшенные настройки еще более легкого и точного управления. Также теперь в базовое оснащение Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 модельного года входит электронный рулевой демпфер Олинс, незаменимый как на треке, так и во время гражданской езды. Как и полагается флагманскому спортбайку, на новой Ninja имеется продвинутый пакет электроники, включавший в себя электронный круиз-контроль и новый 4,3-дюймовый TFT-экран. Цветная приборная панель имеет компактные размеры и предлагает дополнительные функции, недоступные в предыдущей модели. В отличие от базовой модели, в конструкции двигателя лимитированного байка Ninja ZX-10R применены титановые шатуны, кованые поршни, более острые распредвалы и жесткие клапаны и пружины, что позволило обеспечить большую надежность в предельных режимах, а также поднять верхнюю планку на 400 оборотов в минуту. Версия RR имеет армированные тормозные шланги и облегченные колесные диски Marchesini, обутывшие на Pirelli Diablo Supercorsa SP. Теперь самое интересное, цены, которые официально начинаются с 16,5 тысяч долларов за обычную десятку и 30 тысяч долларов за RR-версию. Также оба этих мотоцикла можно заказать уже сейчас и у нас. Однако базовая версия нам обойдется в 1 миллион 850 тысяч рублей, а за RR придется выложить 2 миллиона 650 тысяч рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...